Добрый день. Расскажу о посещении сада камней у меня Чанге. Достопредмечательностей там мало и в общем пришлось осматривать все, что может хоть представлять, хоть какой-то интерес. Вот дерево интересное между камнями проросло. Правда уже засохло, но его сохранили. Сад камней находится, если стать лицом к морю, с левой стороны в конце, в конце самого города. Там такая курортная целина. Пришлось ехать туда на автобусе довольно долго, с полчаса, может быть больше. Вот, чтобы посмотреть на всю эту красоту. Ну, не особая красота здесь, но как бы когда смотреть не на что, то уже начинаешь подбирать такие места, где ну хоть что-то можно посмотреть. Сад камней. Это вот подступы к нему, но заходить надо через вот этот павильон, где сидят музыканты и играют национальную музыку. Играют очень хорошо, очень хорошо, но мало. Всего три мелодии, после этого уходят со сцены отдыхать. Давай я знак гостям, что пора идти смотреть сад камней. А музыка это была так, только вступление. Инструменты тут диковинные всякие, звучат непривычно. А вот дудочки из бамбука. А вот каменные языки там видно, сейчас они будут поближе. Вот они, которые тоже звучат как разные ноты. Вон квадратная гитара. Еще что-то. Ну, звучит все это очень колоритно, очень. Я бы предпочел послушать концерт такой музыки, чем сад камней, который будет дальше. Ну, играют мало, как я сказал. Зато можно потрогать все это руками. Хотя, если оно упадет, то будут проблемы. Поэтому я не стал трогать, но детишки трогали. Вот в этом павильоне находится эта музыкальная гостиная. Дворик. Какие-то слоники такие новодельные. Деревья подстриженные. Умничанки очень любят подстригать деревья причудливыми формами. Ну, все это так. Выглядит довольно наивно и простодушно. Это все равно же не достопримечательность, а так. Садово-парковое искусство. Ну, этот павильончик полностью деревянный. Тоже ничего особенного. А вот уже, собственно, сам сад камней. Переходим в сад камней. Это такое нагромождение валунов. Причем не очень большое. Причем такое впечатление, что некоторые из них потом уже сюда доставили искусственно, чтобы их было побольше, чтобы пускать туристов. Тут заросли бамбука. Ступенечки какие-то. Лесенка. Вот-вот. Вот мы прыгаем по камням. Там ничего не проложено, поэтому приходится так, чтобы не сломать ногу, смотреть, куда поставить. Потому что раз, в расщелину и... Не дай бог. Но, тем не менее, обходим как-то. Как-то обходим. Примерно такое же остается настройка какой-нибудь. Ну, а здесь туристам показывают за деньги. Ну, да ладно. Вот кабель удивляет в воде. Силовой. К фонарям. Если он проржавеет, если вода его разъест, то кого-то может серьезно ударить током. Очень серьезно. Удивляет. Ну, вообще, во Вьетнаме с техникой безопасности везде не очень. Ну, тут прямо как-то совсем уж. Вот. Идем мы по камням. Прыгаем, как козлики. Туда-сюда. Не сказал бы, аж и такая особенная красота. Камни эти выглядят какими-то... Немножко затрапезными, закопченными. Ну, может, их такими природами создала. Вот. А так, чтобы идти сюда специально. Ну, когда нет досопримечательностей, ты ищешь их, выискиваешь их хоть где-нибудь. Хоть где-нибудь. Никакой особой красоты я тут не вижу. Добавьте сюда удушающую жару, летний зной. Там... А, впрочем, там всегда лето. Вот. Высокую влажность и особого удовольствия нет. Ну, вот видно город более-менее. Я так нашел. По диагонали камни. По классике. Искупаться в этом море не хочется. Восточно-Китайское море, оно такое мутноватое. А в этом месте тоже не особо презентабельное. Здесь все застраивается активно. Как я уже говорил, курортная целина. Скоро здесь будут отели. Ну, а пока... Пока людей мало. Ну... Что тут? Что тут смотреть? Никаких фигур они не напоминают. Ничего не напоминает. Ну, камни и камни. Сада тоже нет. Деревья очень мало. Какие-то они искусственные. Белет стоит 150 рублей. Порядка. Ну, впрочем, за такое зрелище и их жалко. За такое... На такие объекты надо пускать людей бесплатно. Тут смотреть нечего. Ну, вот оно. Закопченное какое-то. Замытое. Ну, впечатление, что оно грязное. Хотя, конечно, оно не грязное. Но в Нячанге многие... Многие вещи выглядят грязными, замызганными, за... За... Защупанными, за трапезными. Ну, вот и этот сад камней тоже. Ну, вот. Вот в таком море купаться совершенно не хочется. Да тут и опасно. Можно пострадать. Люди ходят в недоумении, пытаясь осознать, куда же они попали. В сад камней попали. Деньги уплочены. Смотрите. Ну, вот самый живописный валун. Хотя бы я тоже не сказал, что он такой уж... Такой уж раз прекрасный. Сверху стоят фонарики. Все это дело подсвечивается ночью. Там вот комплекс вот этих музыкальных зданий. Ну, в общем, из ничего сделали ромашку. Вьетнамцы очень предприимчивые и пытаются все... Сделать для отдыхающих, за что можно было бы брать деньги. А туристить. Все маломальские заметные места. Ну, и зачем-то здесь лежат спасательные жилеты. Может, тут что-то... Какие-то съемки были. Не знаю. Туристы сюда не ломятся. Это так... Немножко притекает. И то своим ходом. Это та достопримечательность, которая создается, вот когда надо что-то показать. А показать нечего. Тогда смотрят вокруг. Что же? Ну что? Ну что же показать? Ага, вот. Вот это мы и покажем. Вот оно. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы у меня был стимул снимать подобные видео о путешествиях дальше. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok